Продолжение следует... На мой взгляд, оказалось, что игра еще немножко, немножко чуть более печальна, чем мне показалось. Сейчас даже покажу, почему. Вот, оперативники. В основном, я открывал защитников. Я пытался найти хоть одного, хотя бы одного интересного из них, да? Потому что, ну, в обороне играть вообще тоска смертная. Ты сидишь просто и ждешь, когда к тебе сами придут, чтобы ты мог вальнуть кого-нибудь из-за угла. Первого, как вы знаете, ну, если вы смотрели предыдущее видео, я взял Тачанкина с его перком. Там гениальным на установку. Говорю, не можно посмотреть его? Блин, тут нету, короче, походу. Не показать его, ну, вижу, понятно. Короче, он может поставить пулемет стационарный. Я заявил сразу, что это самое худшее говнище вообще из всех персонажей для обороны. И действительно, им редко кто играет. То, видимо, только по незнанию первые берут. Как я, да? Из жадности видят, что у него шлем какой-то такой офигительный. Там, олдфажный, кстати, сейчас таких, по-моему, спецназ давно уже не работает. Вот, короче, берут его. Ну, а потом уже приходит понимание того, что ты играешь не против толпы зомби, которые можно из пулемета выкосить из стационарного, а против спецназа, где, то есть, пулеметик, он бесполезен. Потом я взял Медика. Тоже бесполезнейший класс на свете, потому что, ну, ты играешь не в Left 4 Dead, да, и не в батлу, там, в четвертую, чтобы с дефибрилляторами всех ходить и резать. У Медика есть, короче, на кнопку выше пистолетик, стреляющий шприцами. То есть, можно привести в чувство раненого, как-то, выведенного из строя товарища, либо самого себя. Но в этой игре добивают мгновенно. То есть, тут ранение-то редко случается. А если уж ранили, то тут же добивают. То есть, ты не успеешь добежать со своей прыскалкой и оживить этого чувака. Третьего я взял Смоки. Ну, или Смоук, как хотите. Это вообще пиздец. Он еще смешнее, чем два предыдущих. У него есть, значит, бомба взрывающаяся, которую ставишь, но она не сама взрывается и срабатывает, на дистанционном управлении. И точно такие же у него специальные, его специализация это газ, да, у него газовые заряды. Три газовых бомбы устанавливаются и также на пультик детонируются. То есть, надо где-то заминироваться и сидеть, ждать с кнопочкой, чтобы в нужный момент нажать на нее и кого-нибудь отравить. Нельзя, как я понял, зарядить сразу три дымовых заряды и разом взорвать. То есть, только по одному. Вот. Кроме этого, персонажи отличаются, в общем-то, только вооружением. А вот побочные такие штуки, как колючая проволока или усиленный щит, это вообще у всех одинаковое. И на самом деле это немножко... Немножко-немножко вгоняет в печальку. Такое подобное положение дел, да, и продолжаю пытаться убрать эхо из микрофона. И такой режим попробовал, и сякой режим попробовал. И поближе, и подальше, и... А это двинуться. Но стеноломальщица, конечно, тоже тот еще персонаж. Ее ракета, которая ломает стены, вы можете, в принципе, взять во вторичное оружие себе либо дымовые гранаты, либо взрывчатый взрыв-пакет, скажем так. У каждого спецназа. То есть каждый может взрывать стену. Просто она это делает удаленно. Короче, я не знаю, довольно сомнительно выглядят эти наборы персонажей. И с привязкой оружия к определенному спецназу я бы сделал, чтобы, например, оружие можно было вообще любое выбирать. Тогда, естественно, правда, все бегали бы с одним и тем же, с другой стороны. Ну, вести какую-нибудь прокачку, как в батле. Мне кажется, многие в батлу играют только потому, что там пушки прокачиваются со временем. Чем больше ты играешь, тем у тебя круче арсенал. Ну, сейчас попытаюсь в бою показать, как ведут себя эти оперативники, в основном защитные. Уже более-менее получается иногда кого-то убивать. Мне кажется, кстати, что здесь читуют. Потому что, ну, иногда просто невероятно определяют, в каком месте ты сидишь или с какой стороны ты сейчас выйдешь. Просто, я не знаю. Редко, когда удается накелять. Я пока что только в одном раунде умудрился троих убить, когда вся команда пошла с одной стороны, а я с другой. Кстати, онлайн в игре голимый. Он очень говеный, как вы видите. Двоих вообще не найти в команду. Ну, видно, что, как бы, игра в массы не зашла. Но есть у нее отдельное количество фанатов и любителей. Но такого, чтобы прям все ахнули, да, как там, ну, ни с контролем она рядом, ни с чем. Ни с чем таким, то есть. Так, ну мы, походу, я так понимаю, в атаке начнем, да? Че теперь хорошо? Почему не гарнитура, а то, что можно звук теперь громко в наушниках слушать и слышно все шаги? О, смолка забрали, обоссаться. Ну, Тачанкина я уже показывал, поэтому я возьму Дока. У него есть дробовик, что не очень-то, не очень классное оружие. МП-5, что все, кто в контру знают, что П-90 намного круче, чем МП-5, поэтому я с ним даже не пробовал ходить. Ну и тут либо леварвер, револьвер, либо 9-мм сикалка, я не знаю, ну, лучше убойная сила и проникновение. Я лучше с револьвера, чем... Ну и, конечно, выбор между каличьей проволокой и щитом, это и то говно, и то говно, как бы. Вот этот рук в центре один из самых полезных защитников, как я понимаю, потому что он всем броники дает потаскать. Вообще красавчик. Где он? Вот. Ну это... Ёп твою мать, что случилось. Это такой единственный чувак, который вообще кому-то что-то может дать. Я могу всех только полечить потом из своей лечилки. Главное, ее с пистолетом не попутать. Сейчас, сучонок. Так, надо мышку обесточить. Кто обнаружил-то? Да почему ты ее не ставишь? Я не знаю, куда ее надо ставить. Ее куда не поставь, щит бесполезен. В общем-то, играя за медика, суть процесса одна. Надо ждать, когда кого-нибудь ранят. И вы сможете этого кого-то арестнуть. Это... это 70 очков. Ее куда-то... Ее куда-то... Ее куда-то... Да ты охерел. На месте, осторожно! Капказ на месте. Осторожно! Что происходит? Вот хрен там, я могу резнуться. Куда он? Вот куда он ползет, блядь? Вот куда он, блядь, ползет? Ну, еб твою, лежал бы ты на месте, я бы тебя резнул. Ну, нахуя, если можно уползти, да, и сдохнуть? Сука, опезда. Вот видите, как тяжело, блядь, играть меди. Вот как вообще тяжело играть в эту игру без связи, вот понимаете? Не сказано, не, можно нажать кнопку голосового чата и крикнуть, блядь, что лежит и мудак на месте. Ну, теперь мы в атаке, отлично. В атаке у меня вообще только одна баба. Вот, вот видите, дымовая шашка или вот этот взрывчатый заряд. То есть, как бы, ну, нахрена тогда нужен ее, ее специальный вот этот взрывомет, если можно и так, как бы, стену подойти и просто заминировать. Тут, то есть, и классов не так много, и разница еще между ними, оказывается, не такая большая. Ваша задача обнаружить сим-контейнер. Почему-то уже гранат дымовая лежит. Мне кажется, что в начале игры зря каждому дают управление ботом. Мне кажется, что бот должен быть только у того, у кого есть он в арсенале. Он должен обнаружить, и все увидят, то есть, скомандовать всем, куда идти. То есть, это было бы элементом тактического геймплея. А так, у всех есть. У всех есть бот, и поэтому тот спецназ, у которого бот еще и в перках есть, он вообще уже бесполезен становится. Ну, хотя в бою, может, посмотреть, где кто стоит, типа. Вон, я врага нашел, где мой бонус. Заебись. Да что ты говоришь. Я охреневаю, как они. Как они, с какой ненавистью они накинулись. Ни хрена не видно. Миха кого-то завалил. Я на этой карте вообще впервые. Я не знаю, что здесь можно ломать, что нельзя. Это бот. Зачем вот эти нужны помечания какие-то? Ставлю заряд. Ну, видно, что у них команда, походу, на связи. Сидит или не первый раз друг к другу. Пиздец, посмотрите, как мелькает камера. Такое ощущение, что я сейчас аймбот вижу. Увидел. Ну, просто, бля, пиздец. Последний наш герой ходит, вот один. Да, я согласен, что, блядь, камеру надо ебнуть обязательно. По ним видно, что они только в камеры и смотрят. Они даже не думают скрываться, что-то стреляют там, хуячат. Пизда-то, блядь, вообще. Куда стрелял, что стрелял? Ну, вон, два чувака, видите, по четыре фрага. То есть, два чувака всю игру делают. Вы верите в совпадение? Блядь, я пиздюк забрал этого. Теперь и рука у нас нет. Мьют. А, рука, теперь и рука появился. Кастл вот это тоже, я его думал взять, но, блядь, усиление стен, напиздатишь, и же навык просто. Я не понял, где бронежилеты там, он, что, рука для чего взял? Разбирайте пластины. Сначала стену какую-то забаррикадировал. Развед-бот врага нашел хим-контейнер. Меняю багажер! Отрубливаем связь! Еще 10 секунд. Херовый знак, что вот они уже хим-контейнер нашли. Вот это говно взрывается, походу. У вас 5 секунд. Отрубливаем связь. Отрубливаем связь, ёпт твою мать, кто? Не отрубаем, а отрубливаем, или мне послышалось? Блядь, а можно я как сучка под стол залезу? О, поебись. Пацаны, кто простудится, дайте знать, я полечу хоть. Заложу С-4. По камерам посмотреть предлагаешь. О! Я пустая! Прикройте! Я пустая! Там пустая, к нам придется, идет, слышите, пацаны? Вот у Кастела уже здоровье, не то, что прежде. А, ему пиздец. Череп и кость означают, что он помер. Вот это спецназовец с резиновыми пулями. Вот это я понимаю. Вот он, походу, тащит. Это наш шанс, да! 70 очков, еее! Блядь, мне показалось, что его сзади. А, сучка, блядь! Бабу завалил, еее! Еб твою мать! Пиздец! Они повсюду! Попытки захватить хим-контейнер прерваны! Да ну нахуй, вообще нелепо! Провал! Группа устранена! Мы с двух сторон зашли, не сговариваясь, типа, да? Вот если бы был в игре какой-нибудь баланс 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 по скиллу было бы играть, может быть, интереснее. Баланса никого нет, периодически попадаешь к каким-то папкам, которые тебя просто жопы разбирают. Кстати, самые крутые оперативники атаки, как я понимаю, это те, кто с щитами. Я видел даже чуваков, которые новобранцем играют. Специально новобранцем, потому что у него щит есть. Всего щиты есть у двух. У Блица и у кого-то из отечественных спецназовцев. У Фузи, по-моему. Да, у Фузи. Из Альфы. У него какой-то щит такой странный. То есть, у него маленький, что ли. Блиц, вот он со щитом, вот он постоянно, я как играю, постоянно кто-то берет Блица. Вот это так же, естественно, как то, что в защите постоянно играют руком. Кстати, рук или... Почему урок не написали? Типа скала, почему рук? Микромашинки. Я понимаю, как этот бот боком-то ездит, блядь. Как это работает. Я даже этой ебучей машинкой никого найти постоянно не могу, просто то, что, блядь, я вообще не понимаю, эти карты, как они... Че, где, кто, куда? Пиздец какой-то. Дайте хоть кого-нибудь обнаружить-то. Граждан принайден. Говно упортое. Где вход, блядь, здесь? Вообще, вот, сука, когда уже кончатся эти карты, чтобы я их запоминать начал? Почему они, сука, все время разные здесь? Ой, а самолетная карта, это вообще пиндец такая. Фу-фу-фу-фу-фу флыга. что-то тихо видать где-то засада нихеровая есть цель комнаты охраны буду действовать профессионально сломаю к его за лупу посмотрим что там ебаный тачанкин ты посмотри блять а я даже не попал не но хотя хотя бы его уйдет перед смертью обычно блять и этого не происходит эти тут где-то блять по своим делам вот нет бы кто-то туда пришел где я стену взломал видите да как со щитом просто вылезаешь блять смело никто тебя не ёбнет одним вот если бы у меня там я со щитом бы я на тачанкина вылез хрен был меня убил да слева же блять слева были ну как как он блять узнал что тут сидит справа видите видите он со щитом что делает вылезаешь просто на ствол специально тачанкин остался ебать естественно пулемет нихуя не пробивает щит потому что щит сделан я просто не ебу из чего наверно из этого из вибраниуму блять как у капитана америки пиздец полный я видел в чате просто писали читаем будет пара нет дайте-ка я дымовым поигра взрывчатка си 4 или колючая проволока ну колючая проволока это пиздец какое говно просто бесполезно лучше взять колючую проволоку здесь у него есть узик есть писькострой и либо пистолет-пулемет калибра 9 миллиметров 2 уже блин 2 пистолет пулемета у чувака уже либо дробовик я прям блять не знаю что лучше я не дробовик тоже ну нахрен нужно два блять пистолет-пулемета иметь то есть это дымовой он что по вооружению говно что по по специфике по своей говноед например спряток спрячу к я здесь вонючку посмотрим на кто на нее нарвется никто не нарвется базаре у нас к расшивателям преграду припирачу разведбот врага обнаружил заложника осталось 10 секунд сученыш блять еще пять секунд блять чувак я же еще одну поставлю за это же опыт дает блять заблокировал причем сам же ее сломаю блять я твою хуню тоже разломаю че ты думаешь ну в принципе здесь вот можно нормально оборону держать в окно они не залезут потому что кастлс но я слышу их шаги блять суки задохнитесь на на убери ты очко свое чувак ну че они задыхают сука смерть пришла ты жив еще что дробовик карает где я слышал шаги так громко бля я нагнул ебать я нагнул сука бать-то нагнул нахты где там лилия наконец-то ёпта блять какого-то хера игра свернулась не дала показать вам этот шикарнейший повтор какое-то ебливое оповещение что средний уровень нагрузки на процессор выше блять что там 70 процентов какие-то нахуй мне эта информация пусть работает говна кусок блять вечно какой-то блять софт ебучий установится из архива и давание учить как блять на компе играть вот говно денег находят ёптвою о ей я нашел одного пути в нос понял сука не очков то далеко из обнаружения ничего не да в чате никто не похвалил на глушилка конечно просто очень читают надо брать чувака с глушилка походу просто опыт фармит на этих на этих ботах начале боя так надо бежать с толпой мне кажется на у них есть чувак с кувалдой чей так любят на этих канатах висеть на флош по моему полная я чё-то слышу кого-то на блять варвары ёбаные тут уже все выломали противник здесь первый этаж ты-то чё тут делаешь иди воюй от ним как можно вот это мне кажется ломается ой человек блять уйди нахуй там что-то как этого каналия просто творится какое нахуй ранение смерть за тобой пришла армурит вовка щиты чужой нельзя подобрать бля а 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 ха-ха-ха убийство тащи ее отцу блин за волосы сука блять нихуя не видно же было ёб твою мать пиздюк блять албанский ну такой куда-то хуже а он с дробовиком еще блять а этот уже съебался ты хоть и блять заложенство вывел вывел ахерен папки победили лептась меня бросил там нахуй главное умирать блять и съебался заложницы спецназа из 15 него безоговорочная победа причем я так неслабо потащил два раунда тут главное втянуться в процесс сразу когда заходишь первые боя не всегда обсосны и потому что такой блять играть 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 быстрее играть боевой бои ты упил блять бежать стрелять бежать стрелять тебя нахуй тесто сразу нахлобучивают блять все в следующих раундах ты уже такой более внимательный так для надо открыть новых новых оперативников вот опять же атакующая баба у меня в принципе нормальной да она не со счетом но со счетом вам взять и не дадут его первого забивает я думаю что надо открывать а причем кстати следующий каждый следующий оперативник из одного отряда он уже дороже стоит стоит уже косарь а 1 500 поэтому мне только из гига на кого-то могу себе позволить во а вот блиц да со счетом весен айкью бабенка детектор электроники дистанционный улавливает сигналы устройств баба пиздец с пулеметом но я не знаю на какой хуй нужно улавливать какие там устройства система отражения гранат ягер аналог активной защиты чё за блять тут в этой игре не очень-то не очень-то не очень-то гранатами закидывают бандит чувак с ником бандит позволяет подвести ток любом террическому предмету нанести дополнительный урон полная хуйня по моему вообще я лучше дать я ягера возьму бутылбанку яги пожалуйста сейчас мы посмотрим его красивый презентационный ролик узнаю рыбаки блять говорите не выйдет чувак тебе пиздец по моему назначите только для танков нельзя уменьшить и доработать прицел это за хуйню несешь что зачем снаряд сбил типа хухи есть ну крутыш блять же ёпта еще бы найти кто 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 меня будет гранатами ебать каждую минуту чтобы это говно вообще себя оправдывал давайте проверим вот проблема именно найти защитника интересного такого мне кажется рука надо брать однозначно каждый раз когда кто-то берет ваш жилет вы получаете опыт за это если вы берете кастала каждый раз когда вы усиляете стену или окно вы получаете опыт за это то есть в этом их фишка то есть доктора доктора я как я уже говорил ну реализовывать можно но сложно чувак который ток к лестницам подводит и к проволокам ну это вообще бред просто не знаю почему в основном к проволокам ягер так у ягера есть дробаш и вот это мандула темп стрельбы отдачи высокие но дробовик конечно хорош пистолет у него вообще только один стандартный щит колючая проволока да я даже блять не знаю чего тут хуже ну щит это вообще для дрочеров для каких-то сука я передумал я щит хочу а у меня 33 ловушки для гранат пятеро опыта так где сверху не могут здесь нарисоваться то тоже такой странный вот это оборудование странные антигрантные вот мне кажется что здесь у оптимально поставить без полка такой кучей сбросил блять он уже кого-то опиздили заряд обнаружили как он ползает ой давай ябался что называется это не видит его лазерный прицел я пустой прикройте сука хитрожопая блять прохавали уже чтобы блять сука ну как так ёбаный в рот хули он там в своих сварочных очках чё он там видит вообще блять почему у тех кто играет в обороне нету гранат ёбаный в рот ну кинуть одну и пиздаем блять ну нет какого-то хуя разработчик игры считает что гранаты здесь только наступательные должны быть ну потому что иначе тех кто в обороне вообще хуй убьешь я понимаю блять медику повезло такая халява а вот теперь медику не повезло ха 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 добили блять ну вот чего этот блять мой вот этот вот охуительный антигранатный зонт он вообще что-нибудь полезного сделал ничего не сделал нахуй нужен потому что говна ебану кусок надо было блять электричество подводить пиздец между ящиками какими-то ебнуться можно нахуй ебану что за ну посмотрите на это на чушь полная как они блять какие у них шансы были увидеть его что они могли сделать в ответ ничего не могли сделать в ответ на нахуй ебану сюрприз модафака ой блять просто вообще не знаю сука моментально среагировала блять практически но шаги потому что слышны были ну тут у меня выбор вообще блять гениально сука в этой самолетной хуйне на самом деле бесполезно играть с этими дубовыми шашками хуяшками все это говно если бы как как а вот смотри монтаж монтажен какой-то я такое не видел вон фиг это уже третий со счетом фузи со счетом новичок со счетом блять тут может целую команду щитоносца собрали бот обнаружил взрывчатку уже почему блять не я ее обнаружу то сосите нахуй ноги блять где моя где мой опыт ну и че этот бот делает автопати на машинках я понял а у этого что-то барахлишь так че он так громко едет сука смазал бы свою пиздюленку блять спецназа из хуев заебись в проволоке запутался и понял нашли деактиватор местонахождение заряда известно обезвредить да текстурки тут вообще конечно контр 1.6 снаружи да ничего я надеюсь ты знаешь что делаешь почему у наступающих нету доктора интересно вообще-то странное деление на наступающих и защищающих дай-ка я открою авторю чтобы что враги знали заеб твою мать чувак расстроился чудо деактиватор что-то делали сменим к интерьер к подрыву готов наступающий шаг сейчас срванет у меня больше ничего нету блять что делать дальше с ножа ебать позор блять это можно вообще сломать как-то процесс отключения запущен охраняйте сектор бинокль себе такой блять проломит победа противник нейтрализован это же блять никого не увидела нахуя нахуя на но это говно с гранатами конечно я брать больше не буду его рот наоборот пиздец я все свои очки проебал на вот этих блять говноедов нахер с ими пиздюлинками блять если в нас танки атаковали я уверен от него ему цены бы не было а так он ну просто пиздец блять ягер сари кто-то все-таки его взял блять для чего-то не знаю нахуя чем может он паука покажет класс как день ген доставить это говно я смотрю что никто не некоторые вернее не берут не берут его броники почему-то гранаты нас больше не потревожат да блять какие гранаты кто их кидает гранаты блять да что ты нахуй будешь вставить нет окна кстати наружу не пробиваются ждем появления раненых может сама кого-нибудь ранее интереснуть до штрафу и не считается он ставит свои эти мандулы здесь но толку от них я не знаю ну блять как все печально интересная система установки вот этих квадратных героев все таки что они не атакуют их четверо нахуя за ним пошел господи пошел он блять кобыли в трещину опять он упал смотри пошел ты нахуй долбоев почему-то я в него не попал вторым шприцом я не понимаю почему судя по стене которые за него он потерял уже пять литров крови должен помирить вот ебаный блять ебаный машинка это область находится в поле зрения врага вас обнаружили да я в урод наоборот врага этого вашим где кто чё в этом явливом самолете на так говеный уровень пиздец он бегает туда-сюда ставит щас стенку бы взрывал мангер подходит хули бать а это отработал видите видите вот просто он подсказал голосом да еще и все ему победили поэтому как бы возможно я просто не понял где он вот это та разница когда отряд играет на связи и когда для от играет нихуя не на связи то есть о чем я говорю что связь в этой игре просто решает решает кто победит кто не победит связи сыграла вот пиздец 3 щитоносца смотрите надо было новичка взять четвертым со счетом пойти а щитоносцев так ну потому что щиты щиты им будет уже обнаружил что блять ты чё знал где она что ли я не понимаю как так-то а пиздец дали мы уже гексокоптер что летающим вообще нихуя не понимаю куда надо ехать когда ты играешь этим пиздючим роботом бог ты блять смотри-ка ну и блять дал бы ехать да хорош ты ну и блять ну и блять на шестерку у меня кстати робот же есть смотрите-ка что это это я эти посмотрим на мою жопу шикарная орех но я здесь они его на карте увидели поняли где он стоит ах ты ублюдок а честной женщине уже не покакать не посидеть что здесь не пробить для дыру вон и в рот откуда вы ебнули пошел ты нахуй пятачок на петух блин сдорвись нахер ёптать почему он не сдох я не понимаю блять работает вы хуль тут лазите там такая война идет 10 очков на дороге тоже не валяется и чё вы делаете здесь мне даже интересно я даже понаблюдаю блять часто у которого который идет спереди не станет резко смотреть они походу на связи играет по skype ой блять почему не глаза то блять назад вернуться нет ну пизданули его все-таки ты посмотри убийство 75 за поддержку лично света шуми так там больше нет никого я смотри был да ебись ты провались ну просто пиздец вот шлюха подождал ты посмотри во так подыми своего то что ты делаешь вай-фай настраивал пиздец вот видите видите как со счетом чуть-чуть делает и чувак со счетом просто блять обоссалываюсь пистолет и все своего резать нахуй надо вай-фай поставить было срочно блять из пистолета врага застрелить оранжевую победа обалдеть блять не ну сука я же не на последнем все таки даже двоих нахлобучкал вообще вообще неслыханный результат ура еще еще жетончиков дали в манду вот такая короче борода вот чисто очень сложно найти здесь для себя какие-то какие-то интересные классы вот еще одна проблема ну советую что хотя бы для скорости прокачки советую брать защитника который раздает броники которые стены укрепляет от самые халявные вот но и точно это точно были не тачанкин точно не господин блять с газом не точно вот придурок который были гранаты какие-то немыслимые отбивает какие нахуй гранат он отбивает не ну конечно если все сидят в одной комнате есть риск что вас светошумовыми какие-нибудь закидают туда он конечно там бесценен но это так это значит что это одно что это такой также как это чанкин герой крайне анальной обороны то есть именно комнату всего по периметру обставить вот этими мандюринами и в ней сидеть вот так вот такая суть игры за защитника то есть если ты медиком идешь сзади со шприцом и ждешь возможность кого-нибудь порезать то этот пиздюк только его чисто заминировать и сидеть как вот в общем они все вот такого плана ладно в общем что-то времени уже до хрена прошло так что чем жмите чуть пишите все такое